Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашей ночи искусств музея. И сегодня на нашем мастер-классе мы будем делать вот такую вот куколку из ниточек. Эта кукла называется кукла-желаница. Мы уже делали с вами на моих мастер-классах разнообразных кукол. И сегодня будем делать именно такую, которая приносит и исполняет желания своих владельцев. Важно эту куклу делать самыми добрыми мыслями и со своими мечтами в голове. Эту куклу нужно делать самостоятельно или для очень близкого человека. Как всегда для изготовления наших кукол нам понадобится вот такая картонная заготовка, ножницы и несколько видов ниток. Кукла-желаница должна быть яркой, поэтому нитки должны быть ярких оттенков. Тело и руки куколки мы изготавливаем из одного вида ниток. Волосы и украшения будут другого цвета. Итак, приступаем. Мы наматываем ниточку на нашу картонную заготовку. Это будет тело куколки. Наматываем достаточно туго и плотно, чтобы ниточка была намотана очень аккуратно. Так мы заканчиваем заготовку тела куколки. Для этого нам понадобится ножницы и разрезаем ниточки в одном месте. Вот таким вот образом получаем такую полоску намотанных ниток и откладываем ее в сторону. Для волос мы берем более яркие ниточки и наматываем их не в таком большом количестве на заготовку по такому же принципу. Я думаю, что это достаточно. Также нарезаем их с одной стороны. Выравниваем. С помощью двух заготовок мы будем формировать куклю-пологу. Вот таким образом складываем две ленточки ниток. Тело сверху, сами волосы внизу. Выравниваем их, чтобы кукла была симметричной. И выравниваем все вот таким вот образом ниточки. Завязываем любого цвета ниточкой так как полно. Все узелки и завязки на кукле должны быть достаточно туго сделаны, чтобы в дальнейшем она не развалилась. Поэтому несколько раз вокруг мы обмотаем. Вокруг головы куколки нитку и сделаем несколько узелков. Лишние ниточки не убираем. Сейчас мы завяжем волосы, чтобы они на процессе приготовления куклы не мешали. Завязать можно любым, освободившимся ниточкой отрезанной. Таким вот образом. Также откладываем столами. Сейчас мы будем изготавливать ручки. Берем ту же самую нить, что и тело куколки. И наматываем поперек нашей картонной заготовки небольшое количество нитей. Таким образом. Ступкой, думаю, было достаточно. Точно так же разрезаем с одной стороны эти ниточки и формируем кукле руки. Для этого нам потребуются яркие ниточки. Ну, допустим, те же, из которых мы делали волосы. Чтобы сама по себе куколка выглядела более ярко. Формируем вот такие ладошки. Повторюсь, завязываем ноги в туго. По несколько раз. Повторяя одни и те же движения. Такой манжетик готов. Ручку мы сейчас отправим. Чтобы она была ровненькая. И проделаем все то же самое с другой стороны. Такой же яркой ниточкой формируем своеобразную ладошку игрушки. При этом не забываем думать позитивно и помнить о своих желаниях. Чтобы куколка напитывалась нашей положительной энергетикой. Закончили. Поправляем ладошку. Ручки готовы. И теперь мы делим тело куколки пополам. Вкладываем куколку в ручки. И формируем вей в талию. Так же это можно сделать яркой ниточкой из волос. И наши куколки фактически готовы. Поскольку кукла желанница сама по себе делается из ярких нитей. Она еще очень любит быть богато украшенной. Поэтому заранее я приготовила для нее вот такие заготовки. Это пояс с бусинами, который мы будем украшать куклу. Бусы на шее. И веревочка для волос. Но для начала мы поправим нашей кукле елочку. Потому что кукла должна быть аккуратной и ровной. Подрезаем топчащие ниточки. И юбочку куклы ровно. Собираем все нужное. И на данном этапе уже приступаем к украшению куклы. Для этого мы можем взять также еще одну контрастную нить. У меня она ярко-красная. И сделать такой своеобразный жилетик. При помощи перекрестного наматывания на куклу этой нити. Это совершенно произвольное пожелание каждого. Куклы украшать можно по-разному. И использовать различные цвета нити и различные перехлёстывания этих кукл. Мы взяли вот такой жилетик и поя для куклы. Здесь торчат немножко ниточки. Сейчас тоже отрежем. Итак, куклка у нас готова к украшению. Сначала мы завязываем пояс бусинками. Вот так мы его завяжем. Можно немножко укоротить ниточки. Здесь можно на поясе вязать пузелки, чтобы они не разрязывались, сильно не пушились в дальнейшем. Если что-то где-то некрасиво торчит, всегда можно подрелывать. Так вот, пояс готов. Сейчас мы завяжем ей бусы на шее. Для украшения кукол может подойти все, что есть под рукой. Это и пуговицы, это какие-то камешки, это старые бусы и все, что можно нанизать на нитку. Все подойдет. И осталась прическа. Как мы видим, у нее волосы тоже нуждаются в поправке. И поэтому немножко ей хвостик подстрижу, чтобы он был также более аккуратный. Для того, чтобы прическа смотрелась красиво, мы возьмем другого цвета ниточку. И перевяжем так же несколько раз. Кукла интересна тем, что прически ей можно менять. Можно из этого хвостика заплести косички, несколько косичек. Можно сделать куколку с короткими волосами. Все, что вам понравится и придет в голову. Любая ваша фантазия в данном случае подходит. И последний штрих. Это веревочка для волос. Также с гусинами. И вот таким образом за несколько минут своими руками у нас получилась куколка желаница. Всем спасибо за внимание. И вот таким образом буквально за несколько минут своими руками мы сделали куколку желаницу. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok